Спасибо медикам. Под таким названием в нашем регионе запущен проект, в рамках которого ульяновские врачи и медсестры бесплатно восстанавливают силы в санаториях области. Это касается тех, кто сейчас на передовой в борьбе с COVID-19. В одном из ульяновских санаториев сейчас поправляют здоровье медицинские работники, которые переболели COVID-19. Среди них Харгаил Казымов, врач Центральной городской клинической больницы. Он хотя и хирург, но красную зону приходилось посещать часто для консультации. Проводил и операции пациентам с этим недугом. Вёл приём экстренных больных, поступающих без справок с отрицательным результатом на новую инфекцию. Сам доктор Казымов COVID-19 перенёс тяжело. Несколько дней провёл в реанимации. Первые 3-4 дня для меня было очень тяжело, когда я был на кислороде. Все знают, все врачи знают, что ситуация может осложниться, ухудшиться. Можно, как говорится, попасть на ИВЛ, а там, чем дело закончится, тоже по-разному заканчивается. Травматолог-ортопед Ольга Демидова также проходит здесь своего рода курс реабилитации после ковида. И у неё свои наблюдения, кто тяжелее всех переносит эту новую инфекцию. Всё, что обратило внимание, в первую очередь, это все люди с ожирением. На первом месте люди с ожирением. Дальше уже это сахарный диабет, это уже сиренечно-сосудистые заболевания. Но, как правило, это все люди за 100 килограмм. 130, 150, 160, 140 килограмм такие есть. Ольга Демидова рассказывает, что сами медики, которые работают в красной зоне, могут терять за одну смену до 2 килограммов. И этому способствует воздухонепроницаемый костюм персонала. Когда после выхода из зоны доктор или медицинский работник снимает маску, из неё просто выливается вода. Сейчас медики поправляют своё здоровье, уповают на радоновые ванны. Они благоприятно действуют и на органы дыхания, и нервную систему приводят в порядок. Главное тут отдохнуть, восстановить сон, восстановить психику. Самый первый эффект, который пациенты замечают, принимая радоновую процедуру, это седатильный эффект. То есть им хочется поспать, задремать. Потом восстанавливается сон, удлиняется. То есть происходит какое-то успокоение вообще. В дальнейшем, позже, через 2-3 недели, наступают эффекты именно влияния на иммунитет. То есть иммуномодулирующий эффект радонотерапии заключается в том, что аллергические реакции становятся менее выражены, а способность иммунитета отвечать на именно инфекционные процессы, вирусную и тематику возрастает. То есть возрастает иммунитет противовирусный и противомикробный. Все медики, которые не работают постоянно в красной зоне, но видят, как там работают коллеги, считают их труд героическим. Тем более, что многим пришлось самим пройти через эту болезнь. Почти половина людей относится к этому делу скептически. Что это придумали, что этого на самом деле нет. Ну, это на самом деле есть. И надо относиться очень осторожно. Действительно соблюдать все меры предосторожностей. Человек просто может умереть. Абсолютно здоровый человек просто взять и умереть. И здесь задача жителей региона – помочь нашим медикам. Прежде всего, соблюдать все правила санитарной безопасности. В первую очередь, избегать мест скоплений людей, держать социальную дистанцию и обязательно носить маску, чтобы однажды ковидные госпитали закрылись. Элла Шахова, Сергей Свешников, Вести Ульяновск.